Добрый день, меня зовут Ростислав Атабай, я промышленный дизайнер и хочу представить вам инновационный велосипед. В чем, собственно говоря, состоит инновация этого велосипеда? Велосипед, в принципе, достаточно демократичное транспортное средство. С высоким коэффициентом полезного действия. И единственный его недостаток, это способ сидения пилота. Дело в том, что при движении на обычном велосипеде сопротивление воздуха, в принципе, слишком велико, что предполагает изменение анатомии пилота. И это заставляет его округлять спину и втягивать голову в плеч. Наш проект решает проблему следующим образом. Мы снижаем нагрузку на позвоночник, соответственно, снижаем компрессию в нижний отдел позвоночника. И таким образом предполагаем, что транспортное средство, которое мы предлагаем, является собой некий гибрид транспортного средства и велотренажера. Которые, в принципе, позволят, получая удовольствие, скажем, от скоростной изды, в то же время выполнять профилактические движения, которые позволят не просто, скажем так, снизить какие-то риски для позвоночного отдела позвоночника, но также будут являться отличным способом для того, чтобы снять болевые синдромы, например, при грыжи позвоночника. Потому что специалисты в области мануальной терапии и архопедии говорят, что в своей оценке этого проекта говорят, что именно таким образом будет оказано влияние езды на этом транспортном средстве. Это транспортное средство является инновационным, потому что представляет собой баланс-байк. Это транспортное средство, как вы видите, похоже скорее на серф на двух колесах. И, в общем-то, мы предполагаем, что пилот этого полита будет получать удовольствие, которое не получает человек, пользуясь обычным велосипедом. То есть процесс его передвижения, скорее всего, будет напоминать полет над асфальтом, что будет увеличивать, скажем, его эмоциональные ощущения и вырабатывать гормоны счастья, которые тоже влияют на здоровье. Но инновации следующие. Здесь, в общем-то, осуществляется интуитивное управление транспортным средством за счет балансировки пилота влево-вправо. И сервоприводы предполагают излом корпуса велосипеда с тем, чтобы маневрировать, если это понадобится. Но инновирование на таком транспортном средстве, в принципе, не обязательно, потому что это скоростной транспорт. Давайте к деньгам. Собственно говоря, это аналоги, это гибрид, австралийский гибрид пилотренажера и велосипеда. На данный момент нами выполнена концептуальная модель и ведутся работы над действующим прототипом. Здесь, в общем-то, финансовое обоснование для того, чтобы запустить наш проект в серию. Собственно говоря, предусмотрена оплата персонала, создание технической документации, содержание помещения, амортизация оборудования, транспортные расходы и расходные материалы. В целом, наш проект стоит достаточно немного, 90, скажем, с лишним тысяч долларов. Требуется на его производство. Если у вас есть вопросы, я готовлюсь. Наталья, пожалуйста. Сколько нам нужно следить на доработку до прототипа? А можно в микрофон? До прототипа, вот, собственно, представленная здесь цена, она предусматривает создание действующего прототипа в этой концепции. И до прототипа нужно будет? С 97 тысяч долларов. Это на создание технической документации, а до прототипа? Да, до работы над прототипом ведутся. И прототип, в принципе, уже испытание проходит. Я думаю, что до конца этого года мы реализуем уже прототип, который позволит нам испытать все эти преимущества, которые этот велосипед себе не спустит. Вадим, пожалуйста. Сколько будет стоить в рознице? Ну, мы предполагаем, что этот велосипед будет, у него будет пару ценовых категорий. Одна ценовая категория будет в корпусе карбон, я предполагаю, что это около 300 тысяч долларов. Другая будет в исполнении альминии. Она будет дешевле, процента 130, я думаю. Ну и, скажем так, от количества серии будет зависеть его цена прямо по цене. Это только механический привод, да? Привод электрический. Привод, в данном концепте, привод электрический, и он будет помогать держать постоянную скорость для того, чтобы, скажем так, нагрузка была бы постоянной. Потому что, опять-таки, это велосипедный приложок, и он уже будет зацеплен. Желательно. Скажите, пожалуйста, как долго человек может ехать на велосипеде, и чтобы у него не осталась шея? Я видел там первую фотографию, где я мальчик, но шея выгнута вперед. Ну, это только кажется, что неудобно, потому что, ну, я, допустим, проводил испытания, я же говорю, что мы сейчас работаем над фототипом, и, в принципе, это, скорее всего, похоже на позу пловца. Вы, когда плывете, то, в принципе, голова у вас устает не сильно. Кроме того, ну, не предполагается, что вы прямо всю дорогу будете смотреть перед собой. Скорее всего, тут, в основном, периферий, периферийная среда, и не слушая.